МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта серия объединила компьютерные игры и киноискусство. Благодаря им мир узнал, что кино может быть интерактивным. Таких культовых голливудских актеров вы больше не увидите ни в одной видеоигре. По мотивам игр этой серии написаны многочисленные романы и снят голливудский блокбастер. Бюджет каждой следующей игры был рекордным для своего времени. Они стали эталоном жанра. После знакомства с ними геймеры по-новому смотрели на звездное небо. Игроки всего мира узнали, что такое космический симулятор с эффектом присутствия. Далекий космос стал для поклонников серии родным домом. Все это ВИН-команда. Привет всем геймерам! Это программа «В фокусе» и я ее ведущий Ренат. Надеюсь, что сегодня возле экрана собрались настоящие любители видеоигр. То есть геймеры с большой буквы «Г». Ну шучу, шучу, не обижайтесь. Я смотрю, сегодня вы пришли подготовленные. Кто-то принес с собой книгу, кто-то взял потрепанную видеокассету, ну а кто-то продолжает сидеть в трусах и не выпускает из рук джойстик. Молодцы! Ведь сегодня у нас вселенная ВИН-командер, о которой были написаны книги, сняты фильмы, ну и, конечно же, была выпущена своя собственная серия трусов. Ну что ж, давайте не будем забегать вперед. Друзья, по порядочку. Поехали! Первая игра серии ВИН-командер появилась в далеком 1990 году. Именно благодаря ей большинство геймеров впервые узнали, каково это быть пилотом космического истребителя. Для своего времени это была уникальная игра. Даже в наше время, спустя почти 20 лет, большинство космических симуляторов используют формулу, по которой был создан первый ВИН-командер. По сути, история ВИН-командера – это история нашего с вами мира, только по мысли сценаристов именно так будет выглядеть будущее человечества через 5-6 веков. То есть это 27-е столетие. И примерно тогда, по мысли сценаристов, изобрели такую замечательную вещь, как прыжковый двигатель. Она позволяла путешествовать на большие расстояния. Геймплей в игре был разделен на две части. Летные миссии в безвоздушном пространстве и общение на борту главного авианосца. Между космическими вылетами игрок мог отправиться, например, в бар, где всегда можно узнать последние слухи. Наиболее интересные детали сюжета выяснялись именно в таких местах или из диалогов с другими пилотами. В межзвездных баталиях геймер участвовал от лица новобранца, который только начинает карьеру пилота. Все достаточно тривиально. Это обычный выпускник военной академии, лейтенант, закончивший училище с отличными оценками. И это такой подающий надежды пилот. Его отряжают на несколько сначала достаточно тривиальных заданий, потом он проявляет себя, растет в званиях, ну и в конце концов выигрывает одну очень крупную битру, которая переломит ход всей войны. Поэтому вначале мы летаем на легком истребителе и выполняем несложные миссии. Чем лучше у нас это выходит, тем больше наград нам присуждают. Количество последних определяет истребитель, какого класса доступен игроку. За время игры нам предстояло освоить несколько кораблей, начиная от легко вооруженных, кончая тяжелыми крейсерами, вооруженными множеством ракет, лазерных пушек. И каждый из этих кораблей приносил нам определенную славу в качестве пилота. То есть где-то мы должны были эскортировать транспорт, где-то уничтожить астероидное поле, где-то выиграть локальную битву. Или же обеспечить безопасность какой-нибудь планеты. Важная черта Винкомандер – это нелинейность прохождения. Успешное кончание или провал миссии определяет дальнейшее развитие событий. Благодаря этому проходить игру было интересно бесчисленное количество раз. Геймплей первой части Винкомандер стал впоследствии традиционным для абсолютно всех космических симуляторов. Управление осуществлялось с помощью мышки. И чем мы дальше отводили курсор от центра экрана, тем больше корабль отклонялся в указанном направлении. Ну а, соответственно, стреляли мы левой клавишей мышки, а на Enter запускали ракеты. Задания были очень-очень разнообразные, хотя, по сути дела, все начиналось одинаково. То есть был брифинг в начале миссии. Наш командир, размахивая руками, давал нам какие-то нехитрые указания и отправлял в бой. Нам нужно было тупо следовать из точки А в точку Б, а потом из точки Б в точку С. Но на этом пути обязательно что-нибудь не случалось. Либо на нашем пути оказывались корабли противника, либо астероидные поля, которые надо было облететь, либо еще какие-то приключения. Все это, конечно, нам приносило боевую славу. Главными врагами человечества в космосе являются человекоподобные кошки. Они же раса Килрати. Килрати — это такие разумные кошки. Ну, точнее, представители семейства кошачьих напоминают таких огромных мохнатых львов. Технологии их во многом превосходят человеческие. И организации у них тоже очень продвинутые. То есть свое государство, свои лидеры, свои взгляды, традиции. И так получилось, что с людьми они почему-то сживаться не очень сильно хотят. Цель представителей кошачьих — поработить людей. С этим не согласна земная конфедерация, которая воюет с Килрати на протяжении вот уже 20 лет. Действие первой части начинается в самый разгар этой войны. До событий первой части у нас было множество больших и мелких сражений, в которых то одна сторона одерживала верх, другая. Но, в принципе, ни люди, ни Килрати не одержали победу. Чтобы поставить точку в затянувшейся войне, люди начинают активное наступление. Его первый этап — вытеснение Килрати из сектора Вега. Конечная цель — родная планета людей-кошек. Справедливости ради отметим, что вселенная Винкомандер населена множеством самых разных существ. Но проблемы возникли только с породой кошачьих. Игра удостылась награды Origin's Award как лучшая научно-фантастическая игра года. Винкомандер не только заново открыла жанр космосимулятора, но и стала первой компьютерной игрой, для которой был выпущен аддон. Согласитесь, событие историческое. Им стал набор операций в космическом пространстве противника под названием The Secret Missions. Задача этих миссий — найти и уничтожить секретное оружие Килрати, которое способно уничтожать целые колонии. Эдакая «Звезда смерти» из «Звездных войн». Следующая игра во вселенной Винкомандер не заставила себя долго ждать и вышла уже в следующем году. В ней мы узнаем дальнейшую судьбу новобранца из первой части. Боевые действия переместились из сектора Вега в сектор Энигма. Там наш крейсер Коготь Тигра был уничтожен внезапной атакой людей-кошек. Их корабли появились из ниоткуда и также внезапно исчезли после нападения. Только благодаря отличной реакции геймера наш протагонист стал единственным спасшимся. К сожалению, высшие чины не поверили в историю с исчезающими кораблями. Герой был сослан на отдаленную космическую станцию сектора Энигма, где провел 10 лет. Возвращение в боевые ряды произошло благодаря стечению обстоятельств после случайного спасения боевого корабля Конфедерации. Геймплей во второй части претерпел количественные изменения. Увеличилось число заставок, появились новые модели звездолётов. Противники научились новым трюкам, таким как временный иммунитет против обычного оружия и маскировка. Сюжет по-прежнему зависел от действий геймера в открытом космосе. Проходить Win Commander 2 было не менее увлекательно, чем первую игру. Хотя ничего кардинально нового она не предложила. Принц-страхат! Тебе надо до пасти уничтожить земной авианосец Тигрин и Коготь! Знаете, давайте ещё один дубль. Принц-страхат! Тебе надо до пасти уничтожить земной авианосец Тигрин и Коготь! Знаете, наверное, мне не хватает актёрского мастерства, чтобы отыграть настоящего злодея. А в Win Commander для интерактивных роликов между миссией пригласили голливудских звёзд. Качественные изменения в серии произошли с выходом третьей части Win Commander. Можно сказать, что перемены затронули не только серию, но и компьютерные игры в целом. Вечная мечта разработчиков о графике, неотличимой от реальной жизни, в каком-то смысле воплотилась. Произошло это благодаря творческой находке продюсера серии Криса Робертса. Его первая попытка соединить большое кино и видеоигры увидела свет в 1994 году вместе с игрой Win Commander 3 «Heart of the Tiger». Третья часть Win Commander была, по сути дела, игрой уникальной, потому что она содержала в себе ещё замечательный фильм, в котором играли настоящие голливудские актёры. И наблюдать за всем этим было безумно интересно. Многие люди начинали играть с третьей части именно потому, что им интересно было посмотреть, как же вот в игру интегрировали настоящий фильм. Во многом на такой подход с видеороликами повлияла личность создателя игры — это Крис Робертс. Он всегда мечтал заниматься кино, но жизнь сложилась так, что он стал заниматься играми. И с самой первой части он мечтал, чтобы его игра выглядела как интерактивный фильм. И, в принципе, ему это удавалось даже в первых двух частях. Там были очень красочные анимированные ролики и очень яркие персонажи, которым по-настоящему начинаешь верить. Но именно к третьей части он смог технически полностью реализовать свою идею и снять вот эти вот замечательные ролики, которые очень сильно дополнили и без того богатый мир игры. Сюжет в ней рассказывался посредством настоящего интерактивного кино. Между лётными миссиями геймер смотрел ролики с участием голливудских актёров и в ключевые моменты сам выбирал, как должен поступить главный герой. Как и прежде, нелинейный сюжет предоставлял пространство для экспериментов над судьбами героев. У юного лётчика из первых игр теперь появилось имя. Его зовут Кристофер Блэйр, а его роль исполняет повзрослевший Люк Скайуокер, актёр Марк Хэмин. В третьей части уже нельзя, к сожалению, было выбрать имя и позывное нашего героя. Его уже определяли сценаристы и назвали его Кристофер Блэйр. Всё это произошло потому, что теперь главного героя играл совершенно конкретный актёр. Это Марк Хэмин, известный всем по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах». Марк Хэмин после «Звёздных войн» практически не снимался в кино. И это была замечательная возможность для его поклонников снова увидеть его в главной роли практически в полноценном фильме. Что и говорить, во многом вселенные «Винкоммандера» и «Звёздных войн» схожи. И Марк Хэмин, по сути дела, сыграл того же Люка Скайуокера, только, наверное, если бы он родился в мире «Винкоммандера». Среди других звёзд можно отметить Малькольма Макдауэлла и Джона Рис Дэвиса. Начиная с «Винкоммандер 3» серию принято называть не иначе, как «Садой». Главный герой превращается в последнюю надежду человечества в борьбе с империей Киллорати. Флагман земного флота крейсер «Кондория» разбит. Люди становятся притесняемой расой. Их последняя надежда — это устаревший крейсер «Виктория» и отчаянный план нанести сокрушительный удар по родному миру Киллорати. Игровой процесс развернули в сторону геймера. Играть стало проще и удобнее. Непосредственно в миссиях появились чекпоинты. Ориентироваться с новым радаром и картой стало проще. Перед миссиями предоставляется возможность выбора звездолёта. Если возиться со звездолётами надоело, всегда можно пойти на мостик и пообщаться с живыми людьми. Игрок сам строит отношения с другими персонажами. Более того, на авианосце есть пара особ женского пола, за которыми можно приударить. Аудитория третьей части и в дальнейшем всей серии «Винкоманд» значительно выросла за счёт того, что к ней присоединились поклонники космических симуляторов, космических сериалов, таких как «Стар Трек» и космических фильмов, таких как «Звёздные войны». Ребятки, это был настоящий прорыв! Многие геймеры специально побыстрее проходили миссии для того, чтобы заценить интерактивные заставки. Ну, это прям как в легендарной советской игре «Ну погоди». Что, никто из вас никогда не доходил до мультика? Хм, вы вообще не понимаете, о чём я говорю? Так, быстренько поднимаемся и бежим к своим родителям и спрашиваем об этой великой игре «Ну погоди». Так, куда побежали? Спокойтесь, я пошутил. Молоды, зелен, доверчивы. Поехали дальше. Следующую игру саги «Wing Commander 4 The Price of Riddle» снимали целых два года. Вы не ослышались, игру действительно больше снимали, чем программировали. Вот эта вот задумка с внедрением фильма в компьютерную игру полностью себя оправдала. И впоследствии во всех частях «Wing Commander» мы видели именно такой подход. То есть в промежутках между миссиями нам показывали самый настоящий фильм. И после очередного ролика нам предлагалось выбрать, какое мы действие совершим дальше. То есть можно было выбрать реплику в диалоге, или же куда сейчас герой пойдёт, с кем он сейчас пообщается и что сделает. И вот эти вот ролики, они во многом даже вытеснили основной игровой процесс. То есть, собственно, полёты в космосе и драки с врагом стали даже своего рода придатком этих вот замечательных, красивых, совершенно невероятных на то время роликовских. Актёрскому составу мог позавидовать любой стартрек. Для 96-го года игра имела рекордный бюджет в 12 миллионов долларов. Из-за обилия видеосцен игра вышла на шести компакт-дисках. Это тоже был своеобразный рекорд. Но что ожидало геймеров на этих дисках? Прошлая часть закончилась благополучным уничтожением главного врага человечества. Человекоподобный расы кошек Киллорайти. Главный герой войны, капитан Кристофер Блэйр, ушёл в отставку. Человечество благополучно осваивает рубежи галактики до того момента, пока с этих рубежей не начинают поступать тревожные вести. Союз пограничных миров, оно же объединение захолустных колоний, обвиняет конфедерацию Земли в нападении на свои территории. Назревает очередная война. На этот раз без участия внешнего агрессора. Кристофера Блэйра просит принять участие в дипломатической миссии к пограничным мирам. Там его ожидает цепь событий, в результате которых Блэйр примет сторону союза пограничных миров. Воевать предстоит с заговорщиками из таинственной группировки Black Lans. Их задача — расшатать хрупкий мир между пограничными мирами и конфедерацией и установить собственные порядки. Космические поединки стали куда более динамичными. Противники используют кучу новых уловок, чтобы усложнить жизнь пилота. После работы над Винкомандер 4 Крис Робертс, создатель серии, покидает студию Ориджин. Тем не менее, следующая игра не заставила себя долго ждать. Ей стала Винкомандер Професси, которой было суждено закрыть сагу. С уходом создателя серии Криса Робертса после 4 серии, очень сильно акцент сместился на геймплей. Что, конечно, не сильно радовало фанатов, которые любили Винкомандер не только за полеты в космосе и стрельбу, а именно за замечательные ролики, которые создавали мир игры и позволяли по-настоящему проникнуться этим миром и его обитателями. Теперь же ролики стали очень короткими и сухими, а основная часть игры сводилась именно к полетам и уничтожению врагов. Можно долго спорить о роли автора в проекте. Сказать, что Винкомандер стал хуже после ухода Криса Робертса нельзя. На этот раз основной упор сделали на игровом процессе, а не на интерактивных видео вставках. Честно говоря, серии этого давно не хватало. Благодаря этому игра стала ближе самым первым частям серии. Это единственный Винкомандер, главным героем которого не является Кристофер Блейер. Вместо него мы играем за новобранца Лэнса Кейси, который начинает служить под началом командора Блейера. В професе или пророчестве человечество столкнулось с новой проблемой. На сей раз людской рот стремится уничтожить насекомообразная раса Нефилим. В отличие от стремительных и резких поединков прошлых игр, здесь космические схватки происходят плавно и осмысленно. В некоторых миссиях нашим напарником выступает сам командор Блейер. В самом конце игры при уничтожении врат расы Нефилим герой Марка Хэмила погибает. В пятой части Винкомандер Професи выходило еще достаточно много проектов по вселенной Винкомандера, однако они все не снискали большого успеха, так как по большому счету не привнесли ничего нового, а просто эксплуатировали уже затасканные идеи. Для того, чтобы наша программа была не только развлекательной, но и развивающей, я вам расскажу краткое содержание эпопеи «Война и мир». Ну не бойтесь, не бойтесь. Обещаю. Краткое содержание. Поехали. Том первый, том второй, том третий, том четвертый. Ну что ж, по вашим улыбкам я понимаю, что вам понравилась шутка. К чему я все это говорю? К тому, что Винкомандер был настолько популярен, что на его основе стали появляться книги и даже художественный фильм. И у них были свои поклонники. Многие из которых даже не подозревали о существовании оригинальной игры. О как! Формула «Игра и кино в одном флаконе» принесла Винкомандер небывалый успех. Вслед за игрой поклонников серии накрыла волна произведений по мотивам любимых игр. На телеканале USA Network стартовал мультсериал Винкомандер Академи. Увы, мультфильму не удалось снискать и десятой доли славы своего прародителя. Мультфильму не помогли даже голоса актеров из игры, которые озвучивали своих героев. Большим успехом пользовались серии одноименных книг о капитане Кристофере Блэйре. Из них можно было подробно узнать не только о событиях самой игры, но и о том, что происходило с героями между ними. Всего написано около десятка романов по вселенной Винкомандер. Два из них «Расплата» и «Полёт к свободе» переведены на русский язык. Эти книги являются переложением сюжета третьей и четвертой частей игры. Были не только игры, но и десять книг, две из которых переведены на русский язык, полнометражный фильм и мультсериал. Когда Крис Робертс покидал стены Origin Systems, у него был план. Он создал собственную компанию Digital Anvil и занялся продюсированием фильма «Винкомандер». Дело в том, что мечтой Криса всегда были не компьютерные игры, а большой экран. В игре «Винкомандер» он соединил две свои любимые кинотемы – «Вторую мировую» и «Звездные войны». В 1999 году фильм «Винкомандер» вышел на большой экран. И это был полный провал. Из-за искажений в сюжете и актерского состава фильм не был принят поклонниками игры. Простым же смертным фильм, увы, был просто непонятен. В полуторачасовую ленту запихнули и замешали все, что было в играх этой серии за последние девять лет. Это моя компания. Рассказ о «Винкомандер» был бы неполным без упоминания о сторонних проектах в этой вселенной. В разные годы вышло пять игр, которые не попали в хронологию. Первым из таких проектов был «Винкомандер Академии» 1993 года. Это была даже не игра, а конструктор уровней для крайне увлеченных космическими полетами игроков. Зато следующий проект того же года «Винкомандер Приватир» увлекал почти всех и сразу. В этом космическом приключении геймер становился настоящим космическим пилигримом. Он мог стать торговцем, исследователем или пиратом. Множество звездных систем и полная свобода превращали этот космический симулятор в неплохую альтернативу РПГ. На основе вселенной «Винкомандер» также создана замечательная игра под названием «Праватир». Она совершенно иная по своему геймплею. То есть там практически не было боевых миссий и вообще миссий как таковых не было. То есть это была большая вселенная, в которой можно было свободно перемещаться и выбирать свой собственный вариант действий. То есть при желании можно было стать пиратом и нападать на мирные суда. Можно было быть контрабандистом и в обход законов доставлять всяческие запрещенные товары на отдаленные колонии. Можно было, наоборот, быть слугой закона и охранять мирные суда от посягательств тех же самых пиратов. Одним словом, игрок совершенно свободно выбирал, что ему делать, куда лететь и кем ему быть. И игра эта за вот этот вот замечательный подход стала очень-очень популярной. И впоследствии на ее основе выросла целая плеяда самых разных космических симуляторов, начиная от трилогии X и заканчивая фрилансером и совсем уже новыми хрониками TAR. Ну и, конечно же, стоит упомянуть отечественную игру «Космические рейнджеры», которая полностью заимствовала идеи Privateer, только довела их до совершенства и разбавила хорошей графикой и планетарными квестами. Годом спустя разработчики вспомнили, что кроме поклонников RPG, есть еще и поклонники стратегий. Для них незамедлительно был выпущен шикарный подарок — Win Commander Armada. Эта игра сочетала в себе элементы космосима и стратегии. Но в историю саги она навсегда войдет как первая игра, рассчитанная на мультиплеер. Конечно, проект нашел своих поклонников, и для него даже было выпущено дополнение — Proving Grounds. Одной из самых странных игр серии без сомнения можно назвать Win Commander Secret Ops. Придает ей этот статус, ни за что не догадайтесь, способ продажи. Это была одна из первых игр, которая продавалась только через интернет. Вероятно, из-за того, что скорость соединения в далеком 98-м была невысокой, игра не имела сюжета. Чтобы восполнить этот пробел, разработчики предлагали ознакомиться с ним отдельно на специальном сайте. Как результат, игра провалилась так крепко, что ее даже стараются не вспоминать. Компания Electronic Arts сейчас купила права на вселенную Win Commander и на это название. И есть некоторые основания полагать, что со временем все-таки возникнет полноценное продолжение, которое будет верно традициям серии и будет иметь замечательную современную графику. И, возможно, даже будет снят своего рода фильм, который также вставит в игру, как это было принято раньше. То ли дело интернет сегодня. Последним проектом серии пока является Win Commander Arena. Игра вышла эксклюзивно для сервиса Xbox Live и, как несложно догадаться, ориентирована на сетевую игру. Сказать, что игра не имеет никакого отношения к Win Commander нельзя. Уровни и звездолеты арены воссозданы на основе оригинальной игры 90-го года. Каждый парень мечтает быть капитаном космического корабля. Каждая девушка мечтает, чтобы ради нее происходили все битвы во вселенной. И нечего кривиться из-за слегка устаревшей графики. В Win Commander главное — это атмосфера. Я не побоюсь этого слова «атмосферище». Если ты еще не играл в эту игру, то марш за дисками и давай рубиться. Классику надо знать. Зачет приму через неделю. Иначе ты рискуешь остаться не в фокусе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова